На протяжении всей своей тысячелетней истории русские, украинцы и белорусы были истаются одним народом. Об этом прямо говорится в статье президента Российской Федерации Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев. Уверен, что ее основные тезисы созвучны устремлением подавляющего большинства граждан наших стран. Казахстан напоминает об этом единстве и сегодняшняя дата – 368-я годовщина Переяславской Рады. После того, как Речь Посполитая начала политику насильственной латинизации и катализации, многие запорожцы с оружием в руках поднялись на защиту своей культуры и своей веры. Причем первоначально казаки обратились именно к польскому королю. Запорожцы справедливо требовали твердых гарантий, своих прав. Говоря современным языком, они требовали особого статуса этой территории или ее федерализации по современным определениям. Но ни на какие уступки в этом отношении поляки не пошли. И вот тогда, в 1653 году, последовало обращение в Москву за защитой к своим единоверцам и соотечественникам. Послы Богдана Хмельницкого объехали десятки городов, жители которых принесли присягу царю Алексею Михайловичу. Это был даже не политический, а цивилизационный. Я подчеркиваю, цивилизационный выбор, основанный на единстве веры, языка и исторического пути. После вхождения Левобережья и Киева в состав России, за этим краем утвердилось самоназвание Малая Русь. Подавляющее большинство малороссов не мыслили себя вне русской культурной общности. Это наглядно проявилось уже в годы Северной войны, спустя полвека после Переославской рады. Вот что писал Петр Первый князю Долгорукому. Мазепа учинился изменником и ушел к шведам. Однако ж, слава Богу, что при нем в мыслях и пяти человек нет. И немысловами, гетмана-предателя из Запорожцев не поддержал почти никто. Имея на руках документы, остается, конечно, только посочувствовать некоторым украинским, так называемым, специалистам и псевдоисторикам, вынужденным сегодня буквально из кожи вон лезть, чтобы изобразить горстку трусов и перебежчиков выразителями воли всего казачества. Причины крепких пророссийских настроений казацкой старшины коренились не только в языке иве. Многих окрыляли возможности, которые открывались перед выходцами из Малороссии на русскую службу. Вспомним головокружительный карьерный взлет главного идеолога Петровских реформ, киевлянина Феофана Прокоповича, уроженцев Черниговчины, братьев Разумовских, канцлера Безбородка и других выдающихся создателей Российской империи. Абсолютно неразделимо и культурное наследие наших стран. Начиная с Киева Могилянской академии, где некоторое время учился Михаил Ломоносов, и заканчивая литературными шедеврами Николая Гоголя и Тараса Шевченко. Оба знаменитых литератора были людьми двуязычными, мыслящими в категориях малороссийской идентичности. Таким же был и выдающийся лингвист Владимир Иванович Даль, родившийся под Луганском. Сегодня его имя носит Государственный музей истории российской литературы. Дорогие друзья, не стану останавливаться на том, какую огромную роль сыграла большевистская идеология в деле формирования и оформления суверенной украинской государственности. Подчеркнули, что эта инициатива полностью принадлежала Москве и воплощалась в жизнь, встречая противодействие на местах. Когда в начале 1918 года была провозглашена Донецкая Криворожская Советская Республика, Ленин настойчиво убеждал ее руководителей не входить в состав РСФСР. А 15 марта того же года ЦК партии прямо постановил направить на украинский съезд советов делегатов, в том числе из Донецка, чтобы создать одно правительство для всей Украины. В отличие от националистических правительств, десятками появлявшихся в годы Гражданской войны, но державшихся лишь на штыках интервентов, Украинская Советская Социалистическая Республика приобрела международную легитимность, стала одним из учредителей СССР, а позднее, уже после Второй мировой войны, по настоятельному требованию советского руководства, получила право голоса в Организации Объединенных Наций. В то время всем было очевидно, что границы между советскими республиками носят исключительно административный характер, поскольку страна фактически была унитарной. Только вот после 1991 года, когда идеологическая монополия КПСС исчезла, вся политическая конструкция рухнула, и миллионы людей в одночасье оказались оторваны от исторической родины. Полагаю, что отмечая в этом году 100-летний юбилей создания СССР, мы должны уделить самое предметное внимание и геополитическим последствиям его распада. Дорогие друзья, современная Россия сделала очень многое, чтобы Украина состоялась как независимое государство. И мы, конечно, максимально заинтересованы в добрососедстве с ней, в настолько тесных, интенсивных и взаимовыгодных отношениях, какие только возможны между двумя частями одного народа.